Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий после матча с Краснодаром 1-2 в 25-й туре РФЛ «Я всегда бороться и буду бороться до конца». Проблема «Зенита» заключается в нескольких факторах. Мы потеряли много ключевых игроков, которые составляли костяк «Маммана», «Кокорин», «Кузяев», «Далер» получил в прошлом месяце травмы и не может до сих пор играть в полную силу. Второй фактор заключается в том, что мы не можем забить. Если не забивает Кокорин, то не забивает никто, по этим причинам мы не получаем, чего хотим, не получают этого и болельщики, в последних поражениях не виноваты физические кондиции игроков. Выигрывают те, кто забивает, это абсолютно логично. Если ты не забиваешь 3-4 стопроцентных момента в первом тайме, то во втором становится сложно, даже мальчики, которые подают мячи, реализовали бы эти моменты. Мы знаем уже несколько месяцев о проблеме, что никто, кроме Кокорина, не забивает. Она появилась летом усиленно, ищем ее решение, я не заинтересован в деньгах «Зенита», если решу уйти из «Зенита», то не будет речи ни о какой неустойке. Пытаюсь делать команду из игроков, несмотря ни на что. Главное, чтобы меня слушали, и тогда я буду пытаться делать команду топового уровня. К сожалению, результаты сейчас неутешительные, но мы работаем. Я работаю с людьми, которые берут игроков, которые мне нужны. Я не работаю с людьми, которые берут 3-4 футболистов, которых я не просил, прошу одного игрока, а мне привозят другого. Нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной, прежде чем взять футболистов, передает слова Манчини, корреспондент чемпионата, Дарья Тубольцева. Добавим, по ходу пресс-конференции Манчини отказался от услуг клубного переводчика, перешел на английский язык и попросил журналистов перевести его речь. Манчини очень разочарована игрой Ригони и Дриуси, в большей степени Ригони.